12 ноября сегодня. На пляж пока пускают без ввода, значит можно погулять. Погода сегодня солнечная, наверное градусов 10-11 тепла. Пожалуйста, можно покормить чаек из развлечений. На центральном пляже море очень холодное, но погулять очень хорошо. Водолаз готовится искать клады, золото отмывать в песке после курортного сезона. Наверное это выгодно, раз столько ныряльщиков в гидрокостюмах со снаряжением, с металлоискателями. Ребята все ищут. Если бы это не выгодно было, наверное не занимались бы этим, не покупали бы снаряжение. Вот пожалуйста, водолаз ищет золотишко. Водолазы ищут клады. На пляже перекладина, можно позаниматься, поводтягиваться. Эта перекладина, она завалилась, ее вкопали, все, она стоит. Сейчас вот можно заниматься. Пожалуйста. Водолазы ищут клады. Водолазы ищут клады. Всем привет. Привет. 12 ноября сегодня. Плюс, сколько, 10 наверное, да? 7. Плюс 10. Плюс 10. Плюс 10 или плюс 7. Или плюс 10 или плюс 7. Ощущает свет. Ветер сильный, да. У нас в 6 утра нет света дома. Нет ничего абсолютно. Все выключено. Ничего не работает. В плане того, что нет даже отопления. Потому что все это число. Бойлер работает от электричества. Бойлер работает на газу. А чтобы его поджигать, нужно электричество. И поэтому нет отопления. Холодно. И мы вот подумали вот так вот, что вот в Анапе каждому, каждому обязательно нужно иметь свой генератор. Вот вообще всем. Потому что выключают свет здесь очень часто. И помыться ты не можешь. Ну ладно, можно погреть воду. Вот такой мини апокалипсис, да? Телефоны не работают. Света нет. Ну да. То есть постирать ты ничего не можешь. И каждому нужен автономный генератор. Да. Желательно на солнечных батареях или на ветряках, чтобы... Да. На солнечных батареях это, кстати, идея. Солнца здесь много постоянно. Да. Солнца много, ветер постоянно дует. Какие-то ветряки должны быть. Альтернатива вот этой городской электростанции должна быть. Угу. Поэтому смотрели, смотрели про апокалипсис. И вот он наступил. Свет уже вырвели. Да. Я помню раньше мы как-то были более подготовлены. Потому что там свет выключали постоянно. И летом. И в сентябре даже тоже было. И мы как-то все заряжали бесконечно. Все у нас. Мы были готовы. А тут это так вот внезапно произошло. Ты встал утром. И все. И ничего. Ничего уже не было. Да. Там с интернетом зарядить телефон. Зарядить телефон хотя бы. В KFC допустим воткнуть зарядочку. Или в Бургер Кинг. А сейчас. Так как люди не привитые. У них нет куркодов. Они вне общества. Поэтому они ходят и слоняются по морю. На который еще пускают без куркодов. Пока. Пока что на пляж можно так зайти. Да. Но уже думают о том, чтобы приняли вход по куркоду в магазины. Ага. В торговый центр уже не зайдешь без куркода. И кстати думают, чтобы перенести куда-то эти пункты вакцинации. Бесплатные вакцинации. В другие помещения. Или как-то организовать отдельный вход. Для тех кто хочет вакцинироваться. А еще хотят куркоды на дорожном транспорте везти. На авиатранспорте. Везде. В общем метро. В автобусах. Да. В общем одна только тема сейчас. Ничего нет. Никаких проблем. Вообще нет. Никто не болеет. Ничего не происходит. Одно только. Вакцинироваться. И поставить этот куркод. Все. Больше у людей нет никаких проблем. Все хорошо. Ха-ха-ха. А если допустим введут куркоды в магазины. Можно потом сделать такую лавку. По киоскам. Ага. Товары из магнита. Допустим, что у вас на высшей цене. Товары из пятерочки. А с куркода можно подойти и в эту лавочку. Да. Да можно делать черные дискотеки. Черные кафе. Рестораны. Там в закрытых чатах, телеграммах. По приглашению туда. Нормальный подпольный бизнес. Для тех, кто не ставит вот эти вакцины. Или у кого по каким-то причинам. Ну в общем вот так вот. А так все нормально. Все отлично. Главное, что на море пускают пока без куркода. Да. На море можно без куркода. Здесь очень красиво. Сегодня классная погода. Очень солнечная. Практически безветренно. Безветренно? Только что сказала, что ветренно. Ветренно. Ты уж определись. В одном видео нельзя два. Вот. В одном периоде нельзя два противоречивых сообщения. А то ты говоришь как бы вакцинация добровольная, но принудительная. Ну вот так вот. То есть ты уж определись. Она принудительная или добровольная? Знаю. Ну в общем, немножко все-таки ветра есть. Да ветер нормальный такой. Хороший ветер. Зазывают на экскурсию куда-то там. На горки. На горки, наверное. Да. Кататься. А интересно. На теплоходе нужен этот? Куркот? Куркот. Да. Скорее всего да. Наверно. Хотя вряд ли это же теплоход. А мы сейчас подойдем и спросим у девушек. Пойдем. Ой, такой ветер прям сильный. А ты говоришь ветер не сильный. Ветер то сильный. Ветер хороший такой. Хороший классный ветер. Спроси. Сколько стоит и можно? А он докуда едет вообще? Выходит с перс идет по высокому берегу. Вот за этот маяк. Разворачивается там, да? Ближайшие в 13.15. Следующий, если сегодня будет в 15.30. В 15.30 это в любом случае подроход. Хорошо. Спасибо. Хотите визит постом? Давай. Забери. Спасибо. Ой. Морская прогулка. На теплоходе. Горгипия. 500 рублей. Взрослый. И детский. И детский. Один час. Один час. Катер с прозрачным дном 700 рублей за час. Это другой катер. Это не горгипия. Ну, в общем, пожалуйста, экскурсия на вот этом теплоходе до высокого берега длится сколько? Час-двадцать? Час, да. Ну, где-то час-двадцать примерно идет. И, значит, там не нужно никаких разрешений, куркот. То есть, если ты хочешь что-то сделать, сел на теплоход и час-двадцать ты там катаешься. Там есть, пожалуйста, и туалет, и что там, и кафе есть. Все ты можешь там покуражиться. Интересно. Вот так вот. Есть островок. Есть. Куда пускают. Пока еще пока. Ага. Без Кейру-коров. Да. Ну что, поедем в Канадский? Другой мир. Ну, я хочу же в другую страну укатиться совсем. Ты сразу прям в другую страну хочешь? Да. Мне же так не нравится возвращаться. Можно я сразу укатюсь и все? Я не прикачиваю больше. Ну, как-то ты прям сразу так хочешь. Резко. Прям сразу резко. Ты вначале потренируйся на таком маленьком теплоходнике покататься. За пятьсот рублей. То есть, все-таки есть еще места, куда можно попасть. Есть еще расщелины. Расщелины. Для непривитых. Расщелины. Для непривитых людей. А, кстати, что вот я видела, что в Москве вроде как рестораторы и кафе, протестуют. То есть, они выписывают, что мы можем вас обслужить и без кур-кода. То есть, если у вас нет кур-кода, мы вас все равно обслужим, потому что это нарушает ваши права и свободы. Мы не имеем права, потому что мы не являемся должностной, исполнительной, законодательной властью или должностными лицами, которые обязуют граждан использовать кур-код или не использовать, вакцинироваться или не вакцинироваться. Что ты думаешь потом попасть? Да молодцы. Там, кстати, поддерживают, очень много поддерживают. Комментарий практически тысяча на эту статью. Все пишут, что только надо. Я могу сказать одно, что насилием вот таким только будет ответная реакция насилия. Никакой народной любви, никакого спасения, даже если это правильно, это вакцинация, насилием ничего хорошего не добьешься. Нужно здесь к пряничкам, кнутом и пряничкам, кнутом и пряничкам разъяснять. К пряничкам там есть вроде как премии какие-то, лотереи можно что-то выиграть? Ну, недостаточно, недостаточно. И нельзя делать так, что гражданам не оставляют выбора. То есть я против этого. Ну, конечно, если бы я работал сейчас в РЖД, или я в какой-нибудь муниципальной структуре, или в краевой структуре, или если бы у меня ресторан сейчас был, или какое-то детское учреждение, да я пошел бы, привился и всех работников бы заставил своих. Идите, прививайтесь. Нет увольнения. Я бы так сказал. Потому что если меня оштрафуют там на сотни тысяч, поэтому мне проще, чтобы вот у меня все с куркодами, все вакцинированы. Это так как у меня нет учреждения такого, нет начальства, которое на меня давит, на меня давит, поэтому я не вакцинированный еще. А так как если я зависимый человек в армии, допустим, или в школе, в любом учреждении стабильном, да даже в коммерческой структуре, связанной с услугами или с чем-то, с общепитом, я бы пошел бы, поставил бы и ходил бы, каждые полгода еще ставил. Это я так выпендриваюсь, потому что у меня нет пока потребности такой. Но если мне надо для того, чтобы перелететь или там для поезда, ну конечно, что делать? Пойдем да поставим. Может она к тому времени станет получше эта вакцина. Да может быть она и неплохая, но дело-то не в этом. Дело в том, что это твое здоровье, да? И ты же как бы сам принимаешь ответственность, от чего тебе прививаться, от чего не прививаться, чем тебе мыться, что тебе есть и... Нет, просто тут попали в такую ловушку, петля вот эта. О, работает, работает. Можно все запрещать, запрещать митинги, встречи, протесты. Работает же, работает. А что ты сделаешь под маркой защиты здоровья жизни граждан? Можно творить что угодно. Можно увольнять, можно собственность отбирать. Вот классное. Можно обнулять экономику, разорять собственников, скупать за бесценок. Ребят, вот хорошая идея. Классная идея. Скупать эти торговые центры, потому что они сейчас все равно воют, ноют, что им аренду, что у них кредиты. А владельцы. Платить нечем. Платить нечем, аренды, ну, нет спроса, спроса нет. Поэтому можно скупать эти торговые центры, но только вот что в них делать, тоже вопрос. А потом восстанавливать экономику, вкидывать в нее деньги, разрешать все и на подъеме жить до следующего кризиса, потом опять обнулять. И так можно до бесконечности, понимаете? Замечательно. Только вот эта вот такая схема, такая, знаете, как пираты действуют. Взял, отобрал. Только экономическими методами, насильственными, административными. Вот такая вот у меня идея. Если бы я был бы на месте каких-то крупных структур, завязанных с властью, с большими деньгами, я бы скупал бы, обнулял бы, вводил бы законы, всех бы, чтобы они выли все и отдавали все за бесценок. Приходили и сами все скупал. Ну, давайте. Так. Я вот абсолютно бы так и действовал, с такой логики. Потому что, ну как, а что еще? Это бизнес. Вот такая жесткая, конкурентная. Или тебя сожрут, или ты сожрешь. Вот такая коммерческая тварь. Ничего себе. Ну, я-то хороший, у меня нет таких доступов к ресурсам. Поэтому я хороший и хожу по пляжу и вещаю. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Да, я сегодня смотрела в небо и впервые в жизни позавидовала уткам, которые косяками улетают. Наверное, все-таки они летят в какую-то еще более теплую страну. Ну, в Турцию, конечно, куда они летят? В Анталии. Можно лететь куда угодно, жить где угодно. Утки, да, с косяками, косяками треугольными они улетали сегодня утром. Как они, конечно, это все... Лететь-то долго, как они выдержат? Ну, это же утки, скажете вы. Но они же приспособленные. У них все. Интересно, сколько вот уток улетает и долетает до пункта назначения? Это место тепло. Как думаешь, есть у них потери? Потери однозначно есть, конечно. Во-первых, и охотники охотятся на них. Да, и охотники. Да. Ну, ты точно не хочешь покататься на горгипе? Не хочу я на горгипе. Почему? Ну, там не интересно. Это скучно очень. Ну, ты плывешь по воде. Плывешь по воде и просто смотришь на воду. Ну, и все. И что? В чем там? Ты же не плывешь куда-то. Ты же приплывешь обратно туда же, где ты и сел. А ты хочешь сразу куда-то уплыть, куда-то в теплую страну? На подольше. На подольше. Полгода плавать. Вот так вот выглядит центральный пляж. Вид сверху, пожалуйста. Все как на ладони. И вот здесь вот горгипея, на которой можно покататься за 500 рублей. Час двадцать. Вы катаетесь без каких-то куркадов, всего. Катаетесь, катаетесь. Что вы там делаете? Живете. Смотрите на море. Ну, может быть, отдыхаете в баре и ведете такие свои разговоры. Вот так вот. Тоже неплохо, да? Неплохо. В столовую только можно зайти, если у тебя есть куркот. Пожалуйста. Или справка. Вот этот счастливчик зашел, значит у него есть куркот. А ты стой и смотри на них. Я пойду лучше. Через прозрачные стекла. Не поешь ты пюрешки с котлеткой. А я себе дома сделаю, дома сделаю. Не вобьешь ты компота столовского. Здорово. Вот такой вот сонот. А ты... Знаешь, вообще не всегда кафе нужны исключительно, чтобы поесть раньше кафе и общепит они спасали от такой проблемы как туалет ты заходишь ну ты что-то покупаешь и ты можешь сходить в туалет а сейчас некуда все если ты на море то только планет фуркона то ли собственно стой смотри и терпи пойдем хотя хотя может быть можно проверить что может быть ребята пустят в столовку мы не знаем мы же не проверяли не проверяли может быть это так они повесили мол что это такое рюкзак потерял рюкзак человек шел-шел-шел и не донес времена такие что лучше чужие рюкзаки не открывать мало ли что там ноябре да хорошо красиво без куркода ты букашка а с куркодом человек очень современная актуальная пословица да то есть видишь это все внедряется конечно постепенно годами то мы там возмущались что маски не маски против масок было недовольство что как маски сейчас уже сейчас уже привыкли мы будем носить уже поспокойнее пускайте нас не пускает ну ладно потом потом это потом что потом все просто не буду лечить куркоды ходить в кафе в рестораны и это все схлопнется и в торговые центры все опять перейдет в рынке киоски появится нет будет 2 2 жизни у тех у кого все в порядке те будут ходить кто протестует тот значит ходит по рынкам и просто на море бесплатно ходит пока пока на море не поставят ворота и забор и забор да 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 уж скажем ребят ну ладно мы пойдем до вакцинируемся что вот так вот затем туда также что-то типа не можешь на море сходить ты же типа согласился на то что ты живешь в обществе вот ты принимаешь эти правила игры не принимаешь и уезжаешь в этот в деревню в глухую в лес в тайгу и живешь там как отшельник как эти староверы ну то есть вот такие варианты перспективненько вообще перспектива хорошая там конечно тоже не сладко если ты без электричества без воды житель городской зато все натуральное полезно мы надеемся что мы не докатимся до этого что надо будет уезжать в тайгу или в деревню куда-то будем надеяться что все будет как бы в рамках но надежда постепенно все дает питает питает так и живем что вы думаете по поводу вот этих всех ограничить ограничительных мер что вы думаете напишите в комментариях выплесните свою свои эмоции гнев или вы скажите да это все правильно правильно всех все косит надо 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 ставить приют напишите пожалуйста в комментариях подпишитесь на наш канал поставьте лайк можете дизлайк и напишите свой комментарий всем пока